Всем здравствуйте! Вас приветствует Марусь на своем канале. В этом видео хочу поделиться рецептом одной из заготовок, которую я делаю каждую осень. И вам советую делать, потому что это не просто заготовка, а еще и лечебное средство. Это заготовка бархатцев. Бархатцы мы готовим для того, чтобы сохранить наше зрение. Сейчас я соберу бархатцы, цветы бархатцев, и вам более подробно расскажу, для чего я их использую. Очень важно. Сбор цветов нужно проводить обязательно в сухую погоду. Недопустимо никаких влажностей, никакого осадка, дождь, роса. Все это не должно быть. Так как собираются бархатцы осенью, нужно собирать их после обеда. Тогда они более-менее сухие, без росы, и как раз готовы к тому, чтобы из них приготовить заготовку. Утренний сбор, он будет содержать росу, и, соответственно, у вас может заготовочка испортиться. Это очень важно при сборе. В сбор не должны попадать также частицы зеленых частей цветов, листики, еще что-то, потому что это может тоже вызвать брожение. Поэтому чисто только лепестки самих цветов. Нужно взять чистую стерилизованную баночку, в которой мы будем делать заготовку. Она должна быть абсолютно чистой. Кто-то мне часто задает вопрос о том, что вы же не стерилизованный продукт туда кладете. Это не важно, у вас должна быть чистая стерилизованная баночка. Кладем сюда лепесточки, укладываем. Делайте эту заготовочку, если будете делать. Не делайте очень много. Делайте так, чтобы вы смогли ее усвоить за год, за период зимнего сезона. Я не делаю слишком плотно это. Берем после этого какую-нибудь емкость металлическую и растительное масло. Масло должно быть подсолнечное, кукурузное или оливковое. Льняное масло не советую использовать, потому что оно само по себе очень маленький, имеет срок хранения. Поэтому используйте лучше или подсолнечное, кукурузное или оливковое. Я чаще всего использую кукурузное масло, потому что кукурузное масло содержит большое количество витамина Е. Это дополнительно и для нашего организма полезно, и для кожи его можно использовать еще и как косметическое средство. Поэтому использую в основе свое кукурузное масло. А кукурузное масло очень хорошо впитывается в кожу. А вот подсолнечное масло, наоборот, оставляет очень много следов. Поэтому если вы хотите использовать еще такую настойку, как в качестве косметического средства, то лучше кукурузное использовать, нежели подсолнечное. Добавляем масло в емкость. Где-то примерно пол-литра, потому что у нас объем баночки 700 грамм. Исходя из того, что там у нас уже есть лепестки, беру пол-литра масла, ставлю на плиту и доводим до 70 градусов. Если у вас есть градусник для измерения температуры, измерьте и по нему определите 70 градусов. Если его нету, можно определить при появлении первого дымка. Вот как дымочек появляется у масла, это первый признак, что вы достигли 70 градусов. Ставим на плиту и разогреваем. С оставшимися частью бархатцев я буду их использовать в качестве сухого материала. Я их сейчас разложу в сушилке. Их нужно очень быстренько высушить. Это еще одна заготовочка, которую очень зимой мне нравится использовать. Их нужно очень быстро высушить. Это можно сделать и в духовке при температуре 30-40 градусов. Лепестки после того, как высохнут, приобретают такое растыпчатые свойства. Я их перемалываю в блендере и делаю порошок из бархатцев. Его очень хорошо использовать как посыпку на всевозможную выпечку. Можно посыпать салатики. Это придаст определенный, во-первых, и вкус, и цвет, еще и дополнительные пользы вашему организму. Можно дополнительно также использовать при приготовлении всевозможных отваров, куда дополняем небольшое количество сухого материала бархатцев. И это даст возможность получить тот же самый эффект, который мы хотим получить от вытяжки масляной. Чем же богата вытяжка масляная из бархатцев? Это, конечно же, витамины для наших глаз. Они содержат очень много литуина, и литуин является веществом, которое обладает таким свойствами, как образовывать фильтрацию на сетчатке глаза, защищая наши глаза от повреждения ультрафиолета. И тем самым сохраняя наше здоровье и предотвращая, и профилактически работая от глаукомы и катаракты. То есть глаза ваши находятся как бы под защитой. Сам по себе витамин литуин очень часто входит в составы многих препаратов для защиты глаз от повреждений и для профилактики лечения глаукомы и катаракты. Но это же у нас все растет под руками. Любые растения, содержащие цвет оранжевый, вот этот вот оранжевый цвет, это, кстати, может быть одуванчики. Вот у меня литуиновая вытяжка масляная из одуванчиков. Ей, кстати, уже три месяца. То есть даже больше трех месяцев, четыре месяца. Я ее делала в мае, и она вот сейчас стоит у меня. Я ее еще не процеживала, просто руки не доходят. Я ее тоже так же процежу. Поэтому не страшно оставить бархатцы так же в масле на долгое время. Но по сути своей через 10 дней вытяжка уже будет готова. Можно ее будет процедить через чистую марлечку. Литуиновую вытяжку можно сделать из лепестков подсолнуха. Кстати, подсолнух тоже содержит это вещество. Из лепестков календулы. Очень хорошая получается литуиновая вытяжка. Поэтому использовать можно различные растения, которые содержат оранжевый цвет. Но только смотреть, чтобы оно не было, конечно, ядовитым. Сами по себе бархатцы имеют очень большое количество лютеина. Поэтому из них очень хорошая вытяжка получается. Берутся для сбора именно те бархатцы, которые содержат большое количество оранжевого цвета. Вот такого насыщенного оранжевого цвета. И даже частично бордового. Они самые лучшие для таких вытяжек. Потому что именно в них находится очень много лютеина. Бархатцы, которые имеют цвет белый, такой лимонный, желтый. Они не подходят для такой вытяжки. Они не содержат такое количество лютеина. Поэтому их лучше не использовать. Используйте именно оранжевые. Бархатцы, они лучше всего подходят. Как же используется лютеиновая вытяжка? Это, конечно же, приготовление всевозможных блюд, холодных, таких как салаты. То есть зимой. За период лета, зима, вы очень часто готовите салаты. Добавляйте не обычное растительное масло, как вы привыкли делать, или оливковое. А добавляйте то, которое вы сделали вместе с бархатцами или с одуванчиками. Это масло будет насыщать ваш организм нужными веществами полезными. И защищать еще и как противовоспалительное. Также дополнительно еще и будет помогать сохранять ваше здоровье от внедрения всевозможных бактерий и грибков. Так как они обладают еще и как антибактериальными свойствами, так и противовоспалительными свойствами. Хранится лютуиновая настойка в холодильнике. Она прекрасно стоит, можно использовать в течение года. У меня вот видите, даже в теплом месте стоит она 4 месяца. И просто руки не доходят ее процедить. Ну вот вам, пожалуйста, 4 месяца стоит в теплом месте. Никакого не брожения, ничего. Если ее правильно приготовить, она будет очень долго стоять даже в теплом месте. Но в теплом не советую хранить, если вы будете ее использовать в течение года. Если быстро использовать, то можно хранить и при комнатной температуре. После того, как масло согрелось, сразу же не заливайте лепестки. Дайте маслу остыть. Хотя бы минут 5 подождите и дайте ему остыть. Вот когда оно остынет, приобретет более низкую температуру, не 70 градусов, до которой вы довели, а градусов 50, можно заливать лепестки. Заливаем лепесточки. Очень важно, чтобы лепестки были покрыты полностью маслом. У меня полностью не покрылось маслом. Желательно добавить сейчас сюда маслица, чтобы лепестки покрылись все. Но они со временем, конечно, сейчас еще осядут, потому что после температуры они немножко потеряют упругость. Что делаем дальше? Обязательно закрываем стерилизованной чистой крышечкой. Никакое попадание продуктов или еще что-то недопустимо. У вас просто все испортится и закиснет. Вот сейчас у нас масло горячее. Накрывать крышкой не надо. Дождитесь того момента, когда масло остынет. Если вы закроете горячее масло, у вас образуется кондексат под крышкой. И это тоже очень плохо влияет на хранение. Поэтому дожидаемся, когда остынет масло. Закрываем крышкой и убираем в темное место. В темное, недоступное солнечному свету. Оставляем на 10 дней. Через 10 дней лютеиновая вытяжка у нас готова. Ее можно процедить через марлечку и использовать уже в приготовлении салатов. Всем, кому понравился рецепт приготовления заготовочки из бархатцев для лечения и здоровья наших глаз, поставьте мне пальчик вверху. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока!